и показать, что это действительно более выгодное состояние, чем состояние обычных нормальных электродов. Значит, что нам надо считать? Давайте берем на бензинян BKH и усредним его до температуры по волновым функциям основного состояния. Значит, пишу, усредняю генетическую энергию. Значит, что здесь? Здесь стоят операторы числа частиц в состоянии ВК. Вот надо усреднить с помощью вот этих функций основного состояния. Плюс... Во-первых, число частиц с другим направлением спина. Это среднее от генетической энергии. Плюс среднее от потенциальной энергии взаимодействия. Значит, надо в основном состоянии усреднить ту часть потенциальной энергии, которую ВКШ оставили на связи своих высчетов. На прошлом занятии мы делали некие заготовки, Вот вычисляли заранее вот такие штуки, такие штуки. Для того, чтобы использовать заготовку прошлого занятия, вот в этом выражении надо индекс суммирования k поменять на минус k. Тогда у нас получится следующая вещь. Вот смотрим в таблице прошлого раза. Значит, вот этот первый член будет сумма k, εk, коэффициент b2k плюс сумма k. Здесь мы поменяли ε на минус k. Значит, у нас тогда здесь будет средняя 0, а плюс минус k, а минус k. Это тоже у нас в заготовках есть, и это тоже равняется b2k. Так, плюс теперь член кинетической энергии. Давайте мы его, значит, распишем. Плюс, то есть потенциальная энергия. Я напишу так и слово «густ потенциальная энергия». Ну, теперь давайте поглядим на член потенциальной энергии. Значит, надо усредить вот такую четвертую комбинацию. И вот пишем, средняя по основному состоянию. А я напоминаю, что вот каждая такая комплеволновая сумма функция, это и есть произведение функции psi, k, во всем k. Значит, давайте вот в этих произведениях выделим те члены, которые относятся, совпадают в произведениях и пока выделим на члены, совпадающие с k1 и с k. Остальное будет так. p, k2, k2 не равное k1, k. И два члена, значит, еще. Пси, k, a крест, a, вверх, a крест минус k вниз. Так. И такой. С k1, a минус k1 вниз, а k1 вверх. С k1. Так. Вот эти все дают по единичке. Вот этот, согласно нашим расчетам, в прошлый раз дает пункт k, vk, а вот это дает пункт k1, vk1. Значит, вот если учесть вот это, учесть вот этот результат, мы получаем, что среднее значение от гаммитериана vk, а после усырнения а приуманном или пропголовного нового функции, метод, вверх из кунцов, k, vк2, k, к плюс k, k1, vk1, k. Напоминаю, что вот на эти коэффициенты u и v наложены условия нормировки. То есть один коэффициент описывает такое состояние, которое полностью свободно от электродов, а другой коэффициент даёт вероятность, что в состоянии k занято парой электронов с противоположными спинами. Ну, давайте теперь вот эти коэффициенты u и v определим из условия минимума. То есть они должны быть такими, чтобы они давали нам минимальное значение энергии, вот этой, которую мы считаем. Ну, вот на эти коэффициенты u и v еще наложены условия связи. Можно, конечно, сделать так, значит, допустим, v выразить как плюс-минус корень единица минус у квадрата k, а можно воспользоваться другим способом минимизации. Метод, когда переменные, по которым минимизируют связанные с каким-то соотношением, есть в Матоналии метод Лагранжа. Вот для того, чтобы минимизировать некую функцию u и v, на которые наложены условия такой связки, надо записать эту функцию плюс добавить условия связи с неопределённым коржителем Лагранжа. Ну, в данном случае у нас будет 2. Сумма по k, 1 к, 2 к, 2 к, 2 к, 3 к, 2 к, умножительного градуса и условия связи 0,8, 0,1. Ну и теперь надо решить систему уравнений в данном случае. Такую, значит, давайте будем её решать. Значит, надо взять первую производную от этого выражения ДК, выравнять её, взять первую производную от этого выражения ДК, выравнять её и учесть ещё вот в этом. Вот у нас получатся три уравнения на неизвестной величины ДК и λ. Выписываю результаты взятия производных. Так, первое уравнение ДК, минимизируем УК, получаем 2 лямта УК плюс 2 ВК. Второе уравнение. Получим 4 ε К, ВК, это значит, здесь ещё удалось продифференцировать кинетическую энергию, 2 К, сумма К1. Ну и, наконец, третье условие. ВК плюс 2 ВК, равняется 1. Давайте сделаем ещё вот что. Вот здесь есть такие суммы в каждом из этих уравнений. Так, вот здесь я лишнюю написал сумму, сумму по К1. Когда мы просуммируем это по К1, получится какая-то некая функция, зависящая только от переменной К. Давайте обозначим эту функцию как? Значит, соответственно, это минус сумма по К1, ВКК1, УК1, ВК1. Ну вот если ввести такое обозначение дополнительное, то наша система трёх уравнений будет выглядеть покомпактней. Лямбда УК, минус ДЭКК, УК0, 2 ЭПСИЛОК, плюс Лямбда УКК, минус ДЭККУК0. Так. Вот эта система наших уравнений. Что мы делаем? Ну и с первого уравнения исключаем лямбда. Получаем, что лямбда ДЭККВК0К. Исключили лямбда, отставили вот сюда. Осталось теперь два уравнения. После того, как мы подставим это во второе уравнение, второе уравнение нужно будет переписать так. 2 ЭПСИЛОК, и так, и так, и так, и так. Система двух уравнений для двух неинвестных. Ну, тут повозишься, салкиваешь, найдёшь ответ, да, сразу напишу ответ, чтобы тут заниматься несущественными выкладками. Ответ выглядит так. У квадратка есть одна вторая единица плюс друг. В квадратка, одна вторая единица минус. Это же долог. Вот, значит, результат повешивания. Так, что нам, значит, если их перемножить с двух уравнений, будет одна четвёртая метра квадратка. Ох, два зума. Слишком долго пролетает, мы тут пластыки. Ну, и если возьмёшь квадратные корни, вот ещё получили ответ. Так, ну, ещё что нам надо? Значит, У и В теперь выложены через некоторую величину ΔК. Вот этот закон генетической энергии электронов мы знаем, но не знаем, что такое ΔК. А давайте-ка вот глядим на наше определение ΔК. Если туда, в нашем определении ΔК, вот под суммой вот этого выражения заменится это, оказывается, получается, что ΔК определяется следующим интегральным уравнением. Таким образом, мы получили, получим выражение фактически для нашей энергии основного состояния через коэффициенты У и В. Эти коэффициенты У и В в свою очередь выражаются через ΔК и β. А на ΔК есть некое уравнение, которое, если мы сумеем решить, то мы и будем знать эти коэффициенты. Вот давайте час энергии основного состояния преобразуем к такому виду, где она будет выражена всё вот через эти коэффициенты Δ. Энергия 0. Я вот помечу здесь индекс АМС, предполагая, что это, как говорится, относится к состоянию сверхвыводящему основному. В квадрат К плюс сумма КА1 Вот смотрите, в этой двойной сумме есть сумма по К1 и в этой двойной сумме. И вот такая комбинация. А это что у нас? А вот это означает минус ΔК. Оргаль, значит, это 2, К, В квадрат К, минус сумма по К, УК, ВК, и ВК. Теперь смотрим на выражение для вот этого квадрата и для этого. Если их сюда подставить, мы получаем привести к общему знаменателю, ответ выглядит так. После подстановки, проведения к общему знаменателю вот этих двух членов, мы получаем следующий ответ. Энергия основного состояния вывозилась через функцию ΔК. ΔК определяется вот из этого интегрального уравнения, чтобы нам дальше двигаться, надо найти. Здесь есть, вот будем решать это интегральное уравнение. Здесь есть 2 возможности решения этого уравнения, когда нам будет это предполагать. Значит, первый вариант решений ΔК равен 0. Действительно, если мы подставим левую уголовную часть 0, это называемое тривиальное решение, уравнение стандарта удовлетворяется. А что означает, если ΔК 0? Давайте смотрим. Значит, отсюда на наше выражение для УК ВК начнем 0. А поскольку они удовлетворяют условия единицы, то получается, что либо для какого-то конкретного К УК 0 ВК 1 либо Либо УК равняется единицами к 0. И вот так, либо сяко. То есть, при этом распределение нулей и единичек по различным К оно, в принципе, пока произвольное, как говорится. Ну, давайте выберем такой вариант. Давайте выберем вариант. Давайте выберем вариант. Пусть вариант. Пусть все ВК равны единичкам, если К меньше К и равны нулю по К больше К Ну и, соответственно, для коэффициента УК получится дополнительная ситуация нулики по К меньше К и единички по К равное К что это означает? Что это означает? переходить к функции φ0 Значит, я напоминаю, что функция ф0 это есть произведение по всем К так и УК плюс ВК А К ВК А А плюс я напоминаю, как выглядела функция ф0 значит вот так она выглядела во всем случае. если мы выберем вот этот вариант означает что функция ф0 есть произведение пока меньше К когда у тебя А УК равняется единица вот что вот эта функция для такого выбора коэффициентов У и В а что это означает? это означает что все состояния ниже уровня фермы электронами заняты и точно когда мы переходим выше уровня фермы все состояния абсолютно пустые то есть эта плановая функция описывает просто обычный фермерское так сказать заполнение фермерскую сферу электронов это основное состояние нормального металла при нуле температур основное состояние нормального металла при нуле температур если бы мы выбрали какой-то другой вариант коэффициентов У и В распределения ну допустим взяли бы мы такой вариант у к например 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 дали бы наоборот ВК равняется 0 когда К меньше К ферме единичка когда К больше К наоборот ну и соответственно хочу центре вот допустим мы взяли бы такой вариант что он в принципе удовлетворяет нашему уравнению на так сказать дельту допускается такой вариант а что бы он означал тогда бы наша волновая функция была бы следующая при К меньше К ферме все состояния были бы пустые умножить на К больше К ферме представьте себе такую дурацкую ситуацию что мы возбудили абсолютно всех электронов и все загнали на энергии выше энергии ферме ну это супер возбужденное состояние металла преодолеть температуру то есть получается все состояния ниже К ферме пустые а все состояния что выше занятые значит вот такой вариант описывает уже не основное состояние так сказать нормальные в ферме системы а какое-то возбужденное ну или могли бы взять вот череда как то это бывали бы какие-то состояния ниже К ферме занятые все различные варианты волновых функций возбужденных состояний электронов нормальных нормальных электронов системы ну а теперь давайте посмотрим более интересную вещь предположим что наше наше уравнение вот это интегральное дает нам ненулевой результат дельта ненулевой дельта а не равное дельта а ненулевой не равной ну а давайте сперва поглядим что это физически бы означало если дельта а не равняется ну а то давайте посмотрим на такую штуку давайте среднее число электронов в состоянии К с этой волновой функции значит это значит давайте среднее число электронов обозначим состояние НК значит это согласно нашим вычислениям брекватного НК это одна вторая единица минус эпсилон А эпсилон А квадратный так дальше можно еще вот такую вещь рассмотреть Финоль среднее число родившихся электронов со родившихся пар давайте эту функцию обозначим ВК она выражается через коэффициент УК ВК или равняется Дельта К 2 Эпсилон квадратный ВК Ну и вот поглядим на эти функции как у них какой вид имеет асимптотика и какой вид эти функции имеют на поверхности фермы давайте сперва поглядим на функцию описывающую среднее число электронов НК так давайте рассмотрим случай что энергия Эпсилон К отрицательная отрицательная что это значит мы энергию отсчитываем от уровня фермы значит если Эпсилон К отрицательная мы где-то берем энергию глубоко под уровнем фермы давайте будем считать что эта энергия по модулю Эпсилон К отчитанная от уровня фермы по модулю она намного больше чем Дельта тогда мы приближенно вот в этом подкоренном выражении можем откинуть Дельту вот из-за этого условия и что у нас получится здесь выносится из корня модуль дальше вверху стоит тоже модуль минус от отрицательной энергии значит получится единичка плюс единица значит вот в осимптотике вот этой наша функция распределения должна выходить на единицу теперь давайте возьмем точку на самой поверхности фермы Эпсилон К равняется 0 ну тогда не трудно видеть что НК равняется 1 2 и наконец давайте возьмем в случае Эпсилон К больше 0 и немного больше Эпсилон К ну легко видеть что в этом случае осимптотика должна давать 0 если теперь поглядеть на функцию числа пар то она будет так на самой поверхности фермы она равняется 1 2 на самой поверхности фермы когда Эпсилон К равняется 0 так и она будет равняться 0 на обеих эпсилон К где Эпсилон К много больше чем Вот что можно сказать на эти функции глядя на их аналитический вид если же взять заняться численным расчетом то можно нарисовать как эти функции выглядят в зависимости от соотношения глядя К и Эпсилон К значит давайте здесь будем откладывать функции а вот здесь будем откладывать К так здесь 0 где-то К отвечающий К фермы в нашей системе отсчета ну и теперь смотрим так вот пометим единичка одна вторая функция как будет себя вести она будет вести вот ну и функция это значит у нас nk которая здесь в квадрате а функция fk как будет вести она будет вести себя под каким-то таким образом может быть какой-то давать вот ну и что можно бы сказать вот про это мы видим что то если если вот эта неизвестная нам штука дельта радио равно нулю то распределение электронов по импульсам при нуле температуры выглядит в виде размазанной ступеньки вот появляется вот такое размытие шириной которая так сказать ну порядка сказать ну ладно оценивать вернее можно предпочитать что вот эта ширина размытия дельта k порядка дельта на h в в самое-то главное что здесь получается что за счет включения взаимодействия то есть гамильтониан и бкш включается протягивательное взаимодействие в у нас изменилось распределение электронов при нуле температур в нормальной форме системы при нуле температур функция распределения вот вот а и ступенька затем если мы включаем температуру нормальной форме системы она начинает развиваться таким образом а здесь ноль температуры за счет взаимодействия произошло разбытие то есть есть ряд часть свободных состояний незанятых электронов с какой-то вероятностью ниже кофеомии но с другой стороны часть электронных состояний выше кофеомии тоже занята электронными парами ну и чтобы закончить наше вычисление так сказать давайте вычислим в явном виде это как оно зависит у нас от параметров задачи возвращаемся к эмильтониану то есть эмильтониан БКШ выписываем интеграль равнования ПТК одна вторая сумма ПК модуль вот давайте решать этого мнения этого мнения решается для некого модельного взаимодействия которое выглядит БКШ они предположили что вот это взаимодействие ВКК1 оно отрицательно и по модулю взаимодействия оно равняется некой постоянной величине В если если один электрон с импульсом К а другой с импульсом К1 или с лодовыми векторами лежат в следующем поиске значит энергия электрона с лодовыми вектором К энергия электрона с лодовыми вектором К1 лежат в поиске шириной H амеда дебая около поверхности С и равняется во всем другом случае если H так сказать Epsilon К по модулю или Epsilon К1 по модулю больше H омега дебая либо оба сразу либо хотя бы 1 как это можно образно представить вот допустим у нас есть фермерская сфера афермер энергия электронов значит на поверхности Ефермер и вот представьте себе что мы добавили вот сюда поисочек энергии и вот сюда поисочек энергии то есть ширина вот этого добавленного поиска 2H комета дебая если один из электронов находится где-то вот здесь вот этого поиска другой где-то здесь то между ними включается взаимодействие если один из электронов находится внутри этого поиска с каким энергием сидит а где-то электрон либо здесь либо здесь глубоко то взаимодействия нет оно равняется вот это условие давайте накладывая на маточный элемент взаимодействия давайте запишем в математическом виде значит V K K1 есть V и введем обычную ступенчатую функцию значит θ функция ступенчатая H Омега дебая минус ε умножить на вторую ступенчатую функцию H Омега дебая минус ε 1 ну и тогда наше вот это улавнение наше это улавнение после того как мы записали вот эту формулировку маточных элементов через ступенчатые функции можно переводить на так ΔK так V пополам вот эта ступенчатая функция из-под знака суммирования вискакивает наше нега дебая на Дальше сумма по K1 это H в нега дебая минус ε K1 так интеграл вот наше улавнение которое нам надо теперь решать давайте сначала возьмём вот вот этот внешний индекс так что так K1 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 значит вот вот этот кусок снятый с внешним индексом K1 нет еще опять отчислитель Дельта К1 правильно это Л Дельта К1 ну давайте начнём решать так давайте значит сперва возьмём K меньше K1 то есть парадон неправильно написал давайте возьмём ε K меньше H О тогда вот эта ступенчатая функция в этом интервале единица у нас получает сравнение Дельта K сумма по K а здесь я вот поставлю знак суммирования штрих это означает что я суммирую только по тем K1 который удовлетворяет вот этому условию оно отвечает энергием электронов внутри вот этого двойного Добраевского поиска вот надо решать такое уравнение ну когда мы смотрим на это уравнение мы видим что в правой части в правой части у нас никакой зависимости от K нет то есть когда мы выполним суммирование значит на самом деле это Дельта K в данном случае внутри этого интервала K не зависит поэтому мы можем рассматривать его как постоянную величину ну естественно и K1 тоже как постоянную величину значит вот мы видим так В пополам сумму штрих K1 сумму штрих K1 так вето сокращаем получаем такое уравнение 1 равняется V пополам сумма штрихованная по K1 а под знаком суммы стоит дробь 1 и и и и 2 вот это получается такое уравнение если ε K меньше H вот мы отсюда стартовали нет ну давайте второй вариант а давайте вот в нашем уравнении возьмем K вне этой области Эпсилон K плюс больше H1 тогда получается что Дельта K равняется нулю если H больше если выполняется вот это условие ну а результат этих двух вариантов можно записать рассмотрение Дельта К есть Дельта то есть вот эта функция существует только внутри вот этого пояска энергии если мы выходим за этот прысок энергии это функция исчезает ну а теперь давайте вот решим вот это уравнение как говорят так может быть нас а нет выгонят через пару минут что что делаем как водится от суммирования пока 1 переходим к интегрированию но поскольку суммирование пока 1 идет с ограничениями то это означает что мы должны суммировать когда переходим к интегрированию по энергиям вводим плотность состояния до эпсилон при этом значит интегралы берется от эпсилона некого максимального до эпсилона минимального значит эпсилон максимально отвечает вверху этого пояска вокруг энергии а это ниже пояска поскольку за 0 отсчета принято у нас сама поверхность ферме что значит штрих k1 надо записывать так интеграл от минус ашемега дабая до ашемега дабая плотность состояния интеграл по энергии вот значит надо пользоваться вот этим соотношением ну перейдем в этом уравнении к интегралу так получаем единица v пополам интеграл от минус ашемега дабая дабая до верха ашемега дабая флотность состояния дабая епселон квадрат н дв дабая всегда примерно на два порядка меньше энергии эфермы в типичных металлах поскольку в типичных металлах энергия эферми Это несколько десятков, 1000 электронов вольт 20, там 10, 30 тысяч электронов вольт, а типичная энергия ДБА это 300 кельвинов, то есть пардон я оговорился, типичная энергия Ферме это 10 тысяч, 20 тысяч кельвинов тепловых единиц. А энергия ДБА в тепловых единицах отвечает примерно 300 кельвинов, то есть на два порядка меньше. Так вот, поэтому можно считать, что вот в этом узком интервале энергии плотность состояний меняется очень мало, и поэтому ВХА делает следующий трюк. Выносят плотность состояний в точке направленности Ферме, в виду входите, ну а интеграл здесь еще удваивает, ввиду симметрии. Интеграл элементарный табличный, от В ответ выглядит так. В равно 0, логарифм, Hω ДБА в верхнем пределе плюс, Hω ДБА в квадрате плюс вельта квадрата, деленное на дельта. Выглядит так наше интегральное равнение после взятия интеграла. Ну, давайте пойдем в нашу комнату, поскольку я обязан освободить это все к часу дня. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok